Проблемы экологии в последние годы выходят на первое место. Без их решения не только в Казахстане, но и во всем мире может стать под угрозу существования человечества. О реализации дорожной карты по комплексному решению экологических проблем в Алматинской области на площадке ЖТСУ Медиа рассказали представители ответственных ведомств. Представленная программа предусматривает несколько пунктов, в числе которых переход на голубое топливо как частного сектора, так и важно государственных объектов. В этом году сразу несколько теплотворных комплексов объединили. Области должны перейти с твердого топлива на газ. В ряде населенных пунктов требуется реконструкция канализационных сетей, которые практически дышат на ладан, что также грозит экологической катастрофой. Такая работа будет проведена и на очистных сооружениях в городе Капшагай. Отдельный пункт – озеленение территории области. Согласно дорожной карте, ежегодно планируется высаживать не менее 50 тысяч зеленых насаждений. Особая забота – водные артерии. В текущем году реализуются пять мероприятий по механизированной очистке протока Руси-Ларек или Икаратал на общую сумму в 648,5 миллионов тенге. Не остается без внимания и незаконная выработка грунта. В основном, как бы ни пойман, ни вор, законные карьеры, они имеют какие-то документы свои. А это в основном идет вот это частное строительство и вот эти частные автомашины. Ежедневно предохранная прокуратура выезжает совместно с предохранной полицией и уже постоянно выявляются факты. По последним данным, это вот я скажу Алматинский регион, там это 34 предприятия, которые занимались без разрешения экологического заключения и разрешения они работали. Потом 9 предприятий находились в водоохранной зоне. Продолжение следует...